От большого баскетбола к уличному спорту. В Щелковском физкультурно-здоровительном комплексе на Дальнем Вранке прошел открытый кубок по стритболу. Тот же мяч и то же кольцо, что и в баскетболе, но формат 3 на 3. Каждая встреча длится пару минут, права на ошибку нет. Приигравшие вылетают из соревнования. Очень много желающих играть в стритбол. Энергичная, яркая, мобильная игра. И стритбол, и баскетбол – это одна из первоочередных задач Щелковского спорткомитета. Стритбол проводится в ФОКе впервые. Подать заявку мог любой желающий. В игре приняли участие команды из поселений Щелковского района, а также гости из близлежащих подмосковных городов – Королево, Фрязино, Пушкино, Ивантеев, Киодинцово. Всего 20 команд. Собрались спортсмены разного уровня. Есть и профессионалы, есть любители, есть просто уличные игроки. Собрались все, кто любит спорт, кто поддерживает здоровый образ жизни, кто любит баскетбол и готов вместе с нами развивать этот спорт. Здесь, в физкультурно-оздоровительном комплексе, собрались любители стритбола. В отличие от баскетбола, это игра в одно кольцо, по три игрока в каждой команде. Это спорт на технику, на выносливость, на умение играть в баскетбол в чистом виде. В отличие от баскетбола, где играет целая команда, здесь каждый может показать свой уровень мастерства, определить, кто играет лучше. Этот спорт отличает доступность. Каждый может выйти на улицу и тренироваться, закидывая мяч в кольцо. Игра появилась в 50-х в бедных районах США, когда команда играли небольшими составами на половину баскетбольной площадки. Стритбол стал популярен и в России. В 2014-м в Москве проводился чемпионат мира по баскетболу 3х3. Всем доступен. Вышел на улицу, поиграл. Хорошая погода. Затянуло очень. Мне этот вид спорта очень нравится. В этот раз победителями стала команда из микрорайона Чкаловский. В числе лидеров игроки из Фрязина и Королева. Организаторы уже строят планы на будущее. Скоро поиграть можно будет и большим составом 5 на 5. Марина Познякова, Станислав Беляев, селерадиокомпания «Щелково». Субтитры создавал DimaTorzok